Немецкий производитель автомобиля представил систему автопилотирования для грузовиков. Она позволяет транспортным средствам двигаться на расстоянии всего в 15 метрах друг от друга, против 50, обычно требующихся для фур, управляемых водителем. Это позволяет снизить лобовое сопротивление для автомобилей, следующих за ведущим, что, естественно, уменьшает расход топлива. Ну а сейчас вас ждет еще больше интересных новостей без политики. Аукционный дом в Нью-Йорке выставил на торги кольцо с голубым бриллиантом, которое принадлежало американской актрисе Ширли Темпл. Драгоценный камень весит 10 карат. Данное украшение в 1940 году в качестве подарка Темпл купил ее отец. Актриса получила кольцо на день рождения и в честь примера фильма «Синяя птица» под наименной пьесе Морриса Метерлинка, где она сыграла роль Метиль. Британские принцы Уильям и Гарри побывали на съемках восьмого эпизода киноэпопеи «Звездные войны». Члены королевской семьи осмотрели павильоны, а также реквизит, используемый в съемках фильма. Кроме того, они понаблюдали за производственным процессом. Затем Уильям и Гарри были приглашены на закрытый предварительный показ картины, премьера которой состоится в декабре следующего года. Ученые Гарвардского института ВИЗ разработали робота, который помогает детям учиться программированию. Внешне Android Root выглядит как датчик дыма для помещения, но на самом деле это весьма умный робот. По белой классной доске он ловко передвигается благодаря впечатляющему набору сенсоров, магнитной поверхности и колесикам. Команда специалистов надеется, что в будущем можно будет создать учебную программу, и такие роботы появятся в обычных школах. Накануне в Большом театре состоялась премьера оперы Гаитана Деницетти «Дон Паскуали». В последний раз «Дон Паскуали» появлялся на сцене Большого театра еще в 1872 году. Спустя полтора столетия опера Гаитана Деницетти вернулась к современной интерпретации. В Токийском храме Ясукуния прошли ежегодные выступления борцов с сумо. Этот традиционный японский вид борьбы – неотъемлемая часть весеннего фестиваля. Посмотреть на схватку тяжеловесов, где средний вес участников равен более 120 килограммов, собрались тысячи японцев. Абсолютным чемпионом в 36-й раз стал Хакокосё по прозвищу «Белый Феникс». Он выиграл главный трофей сумоистов – императорский кобок. Сегодня 20 лет со дня принятия постановления Госкомиссии Республики Казахстан по передислокации высших и центральных госорганов в город Акмалу. А еще в 1993 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Эта дата предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти работникам СМИ, погибшим при исполнении своих обязанностей. Список значимых событий продолжит материал наших коллег прямо сейчас. Сегодня день Конституции в Японии. 22 года назад, 3 мая, в Алматы прошел первый международный симпозиум «Музыка тиркских народов». В 2001 году в этот день одной из улиц Алматы в память обоснователе и первом президенте Федерации Тайквондо Республики Казахстан шестикратным чемпионе мира по тайквондо было присвоено имя Мустафе Остюрка. Девять лет назад, 2 мая, в Таразе на территории мавзолея Тектурмаса был построен единственный в Республике мусульманский дворец бракосочетания имени Тектурмаса Улия. В 2010 году в галерее Редро Алматы прошла выставка под названием «Поэзия в круге» или «Точка возврата Сергея Калмыкова». Шесть лет назад именно в этот день в Карагандинском русском драматическом театре имени Станиславского в преддверии 65-летия Великой Победы состоялась премьера спектакля «Не покидай меня». В 2011 году в Алматы в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова начали с гастроли Московского драматического театра под руководством Армина Джугерханяна. Четыре года назад, 3 мая, в Алматы открылась новая галерея ориентального искусства «Джамаль». В 2014 году фильм казахстанского кинорежиссера Адильхана Ержанова «Строители» попал в основную программу Каннского кинофестиваля. 112 лет назад в этот день американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную урочку. Все мы знаем, что бойцы спецназа усиленно изучают различные боевые искусства. Но на практике они редко применяют навыки, полученные во время тренировок. По словам специалистов, в спецназе владение боевыми искусствами придает уверенности бойцам. В рукопашный же бой они вступают по большей части только в фильмах. Это еще раз подтверждает тот факт, что постоять за себя должен уметь каждый. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о таком аспекте самообороны, как женская самооборона. Сегодня мы попробуем разобрать несколько случаев, что же все-таки могут сделать наши слабые женщины с большими неадекватными хулиганами. Сегодня разберем первый вариант. Это удар в пах. Сейчас мы покажем, как его можно наработать самостоятельно дома. Сейчас мы разберем несколько основных правил, которые нужно будет учитывать при отработке этого удара. Встаем в боевую стойку, в развернутую. Отсюда первое движение – это вынос коленки. Вынос коленки желательно сделать на уровне пояса или чуть выше. Второе правило – это разгиб колена. Коленку мы выпрямили, выпрямляется носок. Удар производится вот этой частью. То есть, не носочком, ничем, вот этой частью. Он никуда не убежит, никуда не денется и будет очень сильный и мощный удар. Разберем еще один удар в пах. Это удар коленкой. Этот удар можно применять будет в скрытом положении. Когда к вам хулиган подошел очень близко, и можно неожиданно и сильно ударить его коленом. Удар коленкой. Сейчас мы покажем, как его отработать в домашних условиях. Сейчас разберем основные правила и хитрости этого удара. Первое правило, которое существует в ударе – это удар должен быть очень резким, с подкинутой коленкой. То есть, толкаемся от самого носочка, и коленка автоматически уходит вверх. А при правильном исполнении вы даже услышите такой щелчок штанов. Если вы одеты в штаны, то вы услышите раз, раз – будет щелчок. Еще раз попробуем. А про хитрость в его выполнении. То есть, когда к вам пристают в подъезде, на аллее темной, в общем, неважно в каком месте все, подпустите недруга поближе к себе, можете его приобнять в этот момент, как будто вы уже согласны с ним познакомиться, и в этот момент произвести удар в пах. Сейчас разберем еще такой момент. Что отличает женщину от мужчины? Это, в принципе, слабые ударные поверхности. То есть, если мужчина занимается единоборствами, он может укрепить свои ударные поверхности. Любые. Кулака, локтя, плеча, спины, все что угодно. А, допустим, для женщины, ну, зачем ей некрасивые набитые руки? Поэтому, если у вас неприятная ситуация застала, когда у вас в руках имеются какие-то предметы, то можно ими очень четко пользоваться в бою. Садясь в машину, напишите номер машины, в который вы сели. Если вас застало позднее время на работе в темное время, и вы идете пешком, то же самое, не постесняйтесь. Позвоните, попросите встретить. Если вы находитесь у своей мамы, у бабушки, и вас засиделись, заговорились, останьтесь ночевать у них. То есть, не надо играть судьбой в лотерею и проверять свою судьбу на удачу. Это самая большая рекомендация. Занимаясь торговлей, предпринимателю в определенный момент может потребоваться склад. О том, как его выбрать, расскажет менеджер логистической компании Изольда Ли. Доброе утро, Изольда. Доброе утро. Доброе утро. На что нужно обращать внимание при выборе помещения, такого как склад? Дело в том, что сначала нужно определиться, выбирает склад компания или частное какое-то лицо. Если компания выбирает склад, естественно, нужно определиться с местоположением склада. Затем обязательно характер продукции, который пойдет на этот склад. Сохранность обязательно этого склада должна быть безупречна. Ну и размер, да, наверное. Да, и, естественно, размер склада. Если, допустим, выбирает частное лицо, в принципе, все те же самые параметры, просто здесь размер, естественно, намного меньше. То есть для частного лица в период, допустим, весенне-осеннего, вывоз, допустим, на ремонт, на время ремонта. И, естественно, после ремонта человек забирает со склада. Если это компания, нужно обращать внимание, допустим, компания занимается производством и складированием, или просто для того, чтобы просто заскладировать какой-то свой товар. Затем определенно нужно учитывать режим. Допустим, потребуется ли для продукции, для товара какой-то определенный режим хранения. То есть это может быть склад-холодильник или же просто склад с каким-то, ну, отапливаемым складом. Вот здесь нужно, опять-таки, учитывать вот эти вот моменты. Выгодно ли покупать склад или все-таки брать его в аренду постоянно? Ну, смотря, наверное, зависит это от компании, от ее, допустим, каких-то материальных возможностей. Но думаю, что в настоящее время лучше, наверное, скорее всего, сдать, принять в аренду. Хотя сейчас на сегодняшний момент очень много компаний, которые вкладывают в это дело, и оно достаточно... Прибыльное? Прибыльное. Стабильное. Стабильное, да. Вот. Ну, стоит отметить, что достаточно дорогостоящее это удовольствие. Вот существует, наверняка же, какой-то договор между клиентом и той компанией либо частным физическим, который предоставляет склад. Да, обязательно. На чем основывается этот контракт? Какими условиями арендодатель должен обеспечить клиента? Ну, кроме банального, там, сохранить и закрыть дверь? Ну, во-первых, это территория склада, какие-то услуги дополнительные по складу, допустим, какие-то... Предполагается наличие, допустим, дополнительных каких-то вспомогательных механизмов. А, например, защититься, как это можно, предположим, там, от пожара, защитить свою продукцию? Да, противопожарная, обязательно. За это отвечает не последовательно тот, у которого ты берешь в арендодатель? Да, арендодатель. Арендодатель. То есть условия по противопожарной безопасности должны быть обязательно. На это очень тоже стоит обратить внимание. Как много вообще пунктов в этом договоре? Что такое самое необходимое? Ну, это может занятие Алиса-4. В зависимости от той продукции, от компании. Это может быть от маленького склада 10 на 10 до большого ангара, да? Да, это так. Слушайте, серьезная, оказывается, это забота. Ну, как вы сказали уже, Изольда, это довольно дорогое удовольствие быть владельцем склада, да, что будем стать. И столь же выгодное. И столь же выгодное. Столь же выгодное, да? Спасибо вам огромное. Да, огромное спасибо. Знаете, почему многие дети капризничают во время полета в самолете? Все просто. У них закладывают уши. И чтобы решить эту проблему, достаточно дать ребенку конфету или мармелад. Жевательный процесс быстро устранит заложенность ушей. Ну, а игрушки или мультфильмы отвлекут его от перелета. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Впереди наши любимые балапанчики. В древние веки. В древних лимонах. Тысячи лет назад. Или даже... Две тысячи лет назад. Когда его родили. Появился после всех других видов. И потом он. Потом лазумный человек из него. Когда... Ну, знал, как делать огонь. И сделал печь. Меньше ста лет примерно так. Когда динозавры погибли. Потрогать лоб. Да. Потрогать лоб. Я думаю, так, верный ответ. Позвать маму. Выкидывать его точно не надо. Взять метро с ковшиком и подмести. Купить новый. Надо признаваться. Надо. Я думаю, убегать просто со всех своих ног. Убрать его и не трогать ртуть. Из ДНК. Из сосудов. Из организмов, из всяких полезных веществ. Из витаминов. Тогда, когда раскапывают открытия и перемещают их в музей. Я не знаю. Который снимает всякие вещи. А племел, всякие свои доказатели. Фото это что-то каких-то монстров. Или типа того. Или преступника. И потом докладывает. Это в школе еще не проходили. Диля Абдулаева. Международный тренер по визажу. Имеет два высших образования. Экономическое и юридическое. Бронзовый призер чемпионата мира по визажу в Германии. Судья международного класса. Основатель Академии по подготовке профессиональных визажистов. Диля, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Тем более, мы знаем, что вы к нам с аэропорта, с самолета. Сразу же на интервью. Поэтому отдельная благодарность за это. Что посвятили нам свое время. Тем более, в таком интересном положении. Скажите, пожалуйста, меня поразила прежде всего та информация, то, что вы раньше работали помощником следователя. Да. И вы по образованию юрист. Да. Как же вас вообще жизнь подвела к тому, что вы стали не просто визажистом, а титулованным визажистом с именем? Ну, и выбрала эту профессию только потому, что, наверное, родители направили. У меня папа работает в органах, работал. Сейчас он в отставке уже. Вот. И я их, как обычно, дети послушала. Хотя это не ваше. Нет, абсолютно. Человек творческий, да. Но я как бы пыталась себя там проявить. Все-таки столько лет учебы, и не хотела, чтобы это просто пропадало даром. Ну, поняла, что это не мое. А мама в какую сферу тянула, затягивала больше? У мамы вообще линия вся бухгалтеров. Она говорит, я тебя вижу бухгалтером. Творческих людей, в общем, в семье не было. Нет. Вы единственный творческий человек, который пошли вот по этой сфере, сфере красоты. Да, и причем никогда у меня не было тяги к рисованию или, ну, к творчеству какому-то. Единственное, что танцевала немного. Слушайте, говорят же, ребенке нужно заметить, и главное вовремя зацепиться и развивать. Да. Ну, вот в вашем случае как можно было заметить, если вы потакали, получается, родителям, пошли по стопам отца, причем достаточно успешно же шли? Ну, а как тогда получилось, что именно вы всегда любили краситься, да, делать макияж? Нет, такого не было. А как вы пришли к этому? Ну, наверное, я просто окунулась в атмосферу индустрии красоты, потому что... А с чего началось? Где был первый трамплин, когда вы захлопнули одну дверь и открыли другую? Я просто пошла на учебу ради интереса. Для себя, так скажем. Для себя, да. Я тогда немножко засиделась дома, когда вот только уволилась с работы, и мне это очень понравилось. Я просто увидела эту тусовку, что там происходит, как это круто, что столько людей, общения. А на тот момент я была такая достаточно закрытая. Для меня было очень тяжело войти в контакт с людьми. И мне это понравилось. Ну, конечно, помощник следователя и топовый визажист. Это просто настолько разница. Слушайте, вот бронзовый призер Чемпионата мира по визажу, судья международного класса, тренер сборной Казахстана, эксклюзивный дистрибьютор. Кем вы себя называете? Вот одним словом, как вас назвать? Вам что ближе из всего перечисленного? Ведущий визажист. Ведущий визажист. Да. Так много регалий. Получается, 4 года назад, в 2017 году, для вас это был такой очень большой шаг. Да. И говорят, что вы первая казахстанка, которая заняла... Ну, на тот момент, да. Да, да, да. Призовое место. Призовое место, да. На Чемпионате мира. Да, сколько всего было участников-то? Сколько стран себя представляли? 62 страны было. Было очень много участников, ребят. Я даже не знаю, вот... Ну, это невозможно. С каждой страны выставлялись, наверное, по 20-30 работ. Дили, ну, вы знаете, мы с Аланом, конечно, сталкиваемся с макияжем, да, ввиду того, что работа у нас такая. Все родители, да. И я все время тоже мечтаю закончить какие-то курсы по макияжу хотя бы для себя. Но знаете, что меня останавливает? Говорят, что если ты не рисуешь, ну, допустим, я не занималась никогда рисованием, ну, конечно, не считая школы, то особо у тебя каких-то выдающихся успехов не будет. Но если ты хорошо рисуешь, то можно стать топовым визажистом. Вы говорите, что вы даже никогда руку к рисованию не прикладывали. И потом не стали обучаться. Или для себя что-то закончили все-таки? Кстати, когда я начала готовиться уже серьезно на чемпионат мира, было очень много преград определенных. Тогда, конечно, я получала уроки по художникам, потому что я уже пошла на номинацию боди-арт. И там, конечно, уже профессионально нужно знать растяжку и так далее. Но я не соглашусь с тем мнением, что обязательно нужно уметь рисовать. Потому что очень много у меня учеников, которые именно художницы, художники, приходили, и не было результата. Возможно, не было желания такого. Возможно, они привыкли рисовать на плоскости, а здесь все-таки объемы. Конечно, конечно, моделирование лица. Слушайте, вы, так как вы тренер международного класса, судья, вы также тренер сборной Казахстана по визажу. Расскажите о нашей команде. Что это за сборная? Сколько там вообще участников-то? Ну, сборная составляется из желающих, конечно. Там есть определенные взносы. Нужно вступить в членство ассоциации. Наша ассоциация вступает в ОМС. Получается, это уже всемирная организация. Ну и каждый желающий может поучаствовать, попробовать. Какие есть привилегии у члена сборной? Какие привилегии? Ну, в будущем, может, какие-то... Может быть, как-то на соревнованиях это сказывается, на будущих чемпионатах, может, какая-то поддержка идет серьезнее. Какие правила, это не спонсируется государством. Почему? То есть это для себя поставить галочку, достигнуть определенных вершин, доказать саму себе и другим? Ну, первооткрыватели, конечно, да. Я считаю, что вот мы прошли по этой тропинке, и теперь уже делимся с другими, как это нужно, как это правильно, чтобы поменьше ошибок было. Потому что у меня, допустим, ошибок было очень много. Я вообще никогда не ищу легких путей. Мне даже всегда говорят, вот окно, дверь будет открыта, ты через окно полезешь. Окно будет закрыто, ты на щели будешь искать. Ну, в общем... Легких путей не ищите. Да. Ну, а с какими трудностями вы столкнулись тогда на чемпионате мира, прежде всего? Ну, тогда у нас существовала другая ассоциация в Казахстане, через которую я, в принципе, и рискнула поехать. Почему-то дали визу всем, кроме меня. То есть 42 участника всем дают, мне отказывают. С других путей же не ищут, поэтому... Да, и так отказывают четыре раза. Причем оснований не было. Это было во Франкфурте, это Германия. Вот. Уже... Я уже поняла, что нужно подключать друзей. Шенген, получается, да? Да, уже друзей мы подключили с Германии, они подключили адвокатов и так далее. Но, в общем-то, было все сложно. За полтора часа до вылета мне ставят визу. Ну, надо же. Вот. И по... Это еще не все. Мы летели через Москву. Нас... Почему-то меня задержали в Москве. Причем уже все там гастарбайтеры прошли уже рейс с Арменией. Я уже почему-то как-то с ними оказалась. Прилетаю я в Германию, не приходит мой багаж. Совсем, естественно. Да. Казалось бы, вас преследовали одни неудачи. Да. То есть вот как пошло все... Какие-то знаки. Какие-то знаки. Я уже думала, может быть, не стоит. Может, развернуться, может, уехать и так далее. Потом, конечно, были трудности с моделью. То есть то модель улетела в Марокко, то в Монако. Непонятно, куда она улетела. В общем, мы все-таки встретились в Германии. Встретила я свой багаж. Багаж привезла, кстати, мне тренер моя, который меня тренировал. А вы у кого тренировались? У тренера сборной России. Это вот... Ну, вообще, она считается мировым тренером. Она оберезена. То есть вот она нас тренировала. Вот. Привезла багаж. Ключи потерялись от багажа. Пришлось этот багаж разгрывать, скрывать, резать. В общем, все образы. Диль, ну а на самом чемпионате мира существуют какие-то интриги? Как говорят в больших театрах. Там балерины крадут друг у друга панты. В такой сфере, как красота, мне кажется. Это как модельное искусство. Все друг другу должны просто что-то сделать. Такое, чтобы вы не вышли хотя бы на сцену. Там элементарно. Да. У моей модели в образе в подиум украли сережки. То есть, причем это было как-то все очень быстро. Кому-то разливают клей на платье. То есть, вот такие вот всякие фишки. Это есть. Да. В итоге вы привозите в страну бронзовую медаль. Да. Это ваша была первая большая победа. Ну, да. Потому что я как-то обошла чемпионат Европы и сразу рискнула поехать на мир. Ну, а какие привилегии вы потом получаете? Или это же просто пиар? Ну, я думаю, что все-таки есть привилегии. Во-первых, имя. Да. Автоматически как-то вот мы создаем себе имя. Международный титул, да, право на подать заявку на сдачу экзамена на международного судью. Ну, какие еще? Ну, наверное, опыт, закалка, драйв. Потому что когда ты на самом деле держишь флаг Казахстана на мировой арене, и это вот, ну, просто нет предела вот этого, вот этой эмоции, вот этого адреналина. Ну, и плюс самооценка, наверное. Представляете, какой путь проделать, чтобы взять и получить, вот встать на линейку с именитыми. С кем, кстати, стояли на одной ступени, скажем так? Ну, россияне стояли, Украина стояла. Диля, ну, россияне, конечно, они очень сильные во всех отношениях. Это временно. Диля, я хочу сейчас к вам обратиться не просто как к профессионалу, к человеку, который несет красоту, к мамочке прежде всего. А вот я знаю, что вы даже рожать будете буквально через, после какого-то конкурса очередного, который пройдете наверняка, и мы желаем вам и с Аланом большой победы. Обратитесь, пожалуйста, сейчас к нашим телезрителям с пожеланиями. Я желаю всем здоровья, желаю всем терпения, удачи, исполнения желаний, и самое главное, верить в самое лучшее. Диля, ну, а мы желаем вам здоровья, хорошо родить вашу дочку, третью уже, да, по счету? И, конечно же, побед и новых свершений. Только-только-только-только-только. Ну, а пришло время прощаться. Алена Петрова, Алан Чуркасов и Диля Абдулаева вот в такой красивой атмосфере подводим итоги. Всем хорошего дня, это была программа «Жанакун», увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!